Здравствуйте! В эфире программа «Правовое поле» в студии Татьяна Трофимова. Ежегодно в стране фиксируется более 300 тысяч правонарушений, совершенных несовершеннолетними, и 100 тысяч из них совершают дети, даже не достигшие возраста уголовной ответственности. Сегодня в центре внимания подростковая преступность. Почему так происходит? Кто виноват? Семья, школа, друзья? Что за этим стоит и как бороться с такими негативными явлениями? О преступлении, наказании и профилактике мы будем говорить с прокурором отдела по делам несовершеннолетних и молодежи, прокуратурой Чувашской республики, Валерием Павловичем Григорьевым. Здравствуйте, Валерий Павлович. Давайте начнем со статистики. Как выглядит картина детской преступности в Чувашской республике по сравнению с Россией и ПФО? В течение последних 9 лет на территории республики наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня подростковой преступности. Как правило, за год количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, не превышает 500-600 фактов. К сведению сказать, за 10 месяцев текущего года подростками совершено более 300 преступлений. Если отражать данный цифровой показатель применительно к общему уровню преступности, то подростковая преступность составляет не более 4-5% от общего количества преступлений, совершенных на территории республики. В качестве субъектов с негативной криминальной обстановкой в данной сфере мы не относимся. Есть субъекты с более существенным, так сказать, ростом подростковой преступности. Поэтому в целом обстановка стабильна. А какие противоправные действия больше совершают дети сегодня? Ну, в основном это кражи. Корыстные преступления, кражи, грабежи. В частности, по итогам отчетного периода у нас наблюдается существенный рост грабежей. Кроме того, серьезная озабоченность вызывает увеличение числа преступлений, совершенных подростками в сфере незаконного оборота наркотиков, к которым в большинстве случаев относится именно сбыт наркотических средств. Это уже очень серьезно, да? Да. Какие бы преступления дети не совершали, дети и подростки обучаются в школах. И тех, кто совершает противоправные действия, сначала ставят на внутришкольный учет, потом приглашают на комиссии по делам несовершеннолетних. Так ли это и из чего вообще начинается работа с трудными подростками? В республике у нас создана многоуровневая система профилактики правонарушений несовершеннолетних. К этому привязаны порядка полутора десятков органов системы профилактики, определенных федеральным законом об основе системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Действительно, именно на первом этапе подростками занимаются именно образовательные учреждения, комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки и попчительства, органы внутренних дел, органы социального обслуживания населения, ну и медицинские учреждения. Это те, кто именно на переднем крае. В их задачу входит, во-первых, выявление подростков и семей, находящихся в социальном опасном положении, выявление неблагополучных семей, выявление фактов семейного насилия, неисполнение родителями своих обязанностей, ну и также определенные отклонения в поведении детей. Действительно, на первоначальном этапе школа, как непосредственно, скажем так, организация, контактирующая с подростком, передает информацию в другие органы системы профилактики, координирующая роль здесь возложена на комиссию по делам несовершеннолетних, которые комплексно решают проблему организации и индивидуальной профилактической работы с подростками, так и общей профилактической работы, в том числе и в образовательном учреждении, и в социуме, где проживает и обучается несовершеннолетний. Наша съемочная группа недавно как раз присутствовала на комиссии по делам несовершеннолетних в одном из районов Чебоксар. Вот сейчас посмотрим небольшой фрагмент. У тебя сейчас есть шанс, вот если ты в течение полугода поработаешь над собой, не будет прогулок, не будет двоек, ты будешь стараться, двойки в один день не исчезнут. Вот социальный педагог сейчас, да, вот мы с ней договариваемся, если ты в течение полугода добьешься определенных результатов, она выйдет в комиссию с ходатайством о снятии тебе с учета. Это твой шанс. На каждой такой комиссии присутствует представитель прокуратуры. В ходе заседания представитель прокуратуры дает заключение о наличии либо об отсутствии состава административного правонарушения в действиях лица, которое привлекается к административной ответственности. Частым правонарушением среди подростков является совершение мелкого хищения в супермаркетах, в магазинах и так далее. Молодые люди зачастую не осознают, что в момент совершения правонарушения их снимают видеокамеры, которые расположены в самом магазине. И раскрываемость таких правонарушений достаточно высокая. Валерий Павлович, получается, к ответственности в таких случаях привлекают родителей? К детям вообще применяются какие-то меры? К детям обязательно применяются меры воздействия. Для сведения сказать, возраст привлечения к административной ответственности это 16 лет. То есть после 16 лет подросток самостоятельно несет административную ответственность за совершаемое преступление. Единственная оговорка в случае отсутствия у него самостоятельного дохода обязанность по выплате административного штрафа ложится на родителей. Предлагаю штраф минимальный 100 рублей. Кто за? Голосуем член комиссии. Все единогласно. Минимальный штраф на маму за недвижащий исполнение родительских обязанностей по воспитанию сына Дениса в размере 100 рублей. Субъектом профилактики продолжить контроль над поведением подростка. Есть определенные составы административных правонарушений, когда за деяние своих детей отвечают родители. В частности, к примеру, если подросток появился в общественном месте в состоянии алкогольного либо иного опьянения, ответственность за данное правонарушение несет непосредственно его родитель. То же самое к родителям могут быть применены санкции за вовлечение несовершеннолетних, совершение антиобщественных действий, например, вовлечение подростков в употребление алкогольной, иной продукции, также за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей. Указанный административный состав среди фактов привлечения родителей является наиболее распространенным. Давайте разграничим уголовную ответственность и административную. Какие правонарушения относятся к уголовным, а какие к административным все-таки? Что касается детей? Ну, что касается детей, это, в принципе, и ко взрослым применительно. На обывательском уровне, если, скажем, если общественно опасное деяние не достигло по своей значимости, по размеру причиненного вреда уровня уголовно наказуемого деяния, это относится к административным правонарушениям. В частности, если, например, взять хищение. Обыкновенное хищение, как было указано, из супермаркетов, из иных мест, оно, как правило, причиненный ущерб носит незначительный характер, поэтому квалифицируется как административное правонарушение. Все, что в более значительном виде, а также имеет квалифицирующие признаки, такие как, например, проникновение в помещение, в жилище, совершенное группой лиц, это все квалифицируется как хищение в уголовно-правовом плане. Кроме того, возраст привлечения к уголовной ответственности, общий возраст привлечения к уголовной ответственности равен 14 годам. Но есть определенные составы в Уголовном кодексе, когда указанный возраст возрастает до 16 лет. К примеру, побои, ответственность за которые наступает для иншлетних с 16 лет. А вот вы говорили про распространение наркотиков. К какому виду они относятся, наказаний? Ну, указанные составы, они, ответственность за указанные преступления предусмотрена с 14 лет. К основной массе преступлений, регистрируемые в текущем году, как я уже повторюсь, они связаны со сбытом наркотических средств, соответственно, являются особо тяжкими преступлениями, и наказание за них предусмотрено в соответствии с уголовным кодексом, вплоть до пожизненного лишения свободы. Это со скольки лет? Это, ну, пожизненно это для всех категорий. Для подростков размер максимального наказания, предусмотренный по любому составу Уголовного кодекса, не может превышать 10 лет лишения свободы. Это самое суровое для подростка наказание. Это и для тех, кто достиг 16 лет? Да. Ну, и 14-16-летнего возраста. Это и для обоих категорий. Там в зависимости от тяжести совершенного преступления, ну и другие градации. Хорошо. В составе комиссии ПДН и защиты их прав присутствуют различные специалисты, в их числе и психолог. Наталья Кулешова поделилась с нами своим видением ситуации с детской преступностью. Главной такой причиной, в принципе, вот такого поведения, вообще вот асоциальных явлений наших несовершеннолетних, которые у нас обсуждаются на комиссиях ПДН и защиты их прав, я думаю, что все-таки это не сложившийся контакт с родителями в семейной обстановке, может быть, в школе. Это вот, скорее всего, дети таким образом как бы сигнализируют, обратите на меня внимание. И, ну, практика показывает, в принципе, что так оно на самом деле и есть. Валерий Павлович, как Вы видите ситуацию со своей стороны? Каковы причины детской преступности? Действительно, к основной причине детской преступности относятся определенные недопонимания с родителями, отсутствие контроля за поведением своих детей, ну и также в основном это незанятость. То есть незанятость подростка как учебным процессом, так и незанятость во внеурочное время. Как правило, на путь совершения правонарушений встают подростки, имеющие не самую лучшую успеваемость, которые не заняты во внешкольных занятиях, кружках, спортивных секциях, ввиду наличия у них излишне свободного времени. Ну и следующая причина является отсутствие взаимопонимания с родителями, в связи с этим возникающие психологические проблемы, ну и порой даже безразличные отношения некоторых родителей к воспитанию и к жизни вообще своих детей. Определенную проблематику представляет ненадлежащая работа органов учреждения системы профилактики, недоработки в школе, социальных служб, комиссии по делам межлетних, которые также могут являться предпосылками для антиобщественного поведения детей. Но бороться с последствиями всегда сложнее. Как раз профилактические меры какие наиболее действенные, вы считаете? Наиболее действенными профилактическими мерами на сегодняшний день являются применение определенных мер, как ограничения, так и воспитательных мер. В частности, подросткам, совершившим общественное опасное деяние до достижения возраста уголовной ответственности, может быть применена такая мера воздействия, как помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Кроме того, за совершение административных правонарушений, в том числе до достижения возраста привлечения к данному виду ответственности, за иные поступки подростки могут быть помещены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Чувашской Республики. Это, скажем так, одни из самых жестких мер воспитательного воздействия. Это уже как больше наказание. А вот именно профилактику, как вы видите, может быть, подросток действительно трудный, но он еще даже не попал в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних, не совершил еще противоправного действия, но трудный. Это понимают учителя, может быть, еще кто-то понимает. Какие меры профилактики в этом случае вы считаете наиболее эффективными? Наиболее эффективными мерами профилактики в данном случае, я считаю, во-первых, занятость несовершеннолетнего, то есть активное вовлечение его, либо учебный процесс. Если подросток не учится, в трудовую деятельность, вовнеучебную деятельность, это посещение кружков, секций, то есть чтобы у подростка было как минимум, как можно меньше свободного времени. Кроме того, в последнее время на территории республики действует Институт общественных воспитателей, то есть это лица, которые показывают свой личный пример подростку, указывают на определенные его недоработки. Если в семье, например, этого не происходит, да? Да, если это не происходит в семье, этим будет заниматься именно непосредственно общественный воспитатель. Ну и третье, самое ответственное направление, это именно контроль за семьей. Потому что в большинстве случаев работа, воспитание зависит именно от поведения родителей. Недаром у нас ответственность за своего ребенка несут, в первую очередь, именно родители. Каким образом они осуществляют свои обязанности, достаточны ли принимаемые меры, имеют ли они, эффективны ли они, это вопросы в основном к родителям, что и должны контролировать органы системы профилактики. Хорошо. Когда мы говорим о подростковой преступности, всегда рядом с этим термином, либо выражением, стоит другое – из защиты их прав. Например, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это даже обнадеживает как-то на самом деле? Какие вот конкретные меры включает в себя защита прав несовершеннолетних в этом случае, либо в каком-нибудь другом? Ну, во-первых, это идут защиты отдельных социально уязвимых категорий несовершеннолетних, как то дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Это соблюдение их имущественных прав, соблюдение их социальных прав и гарантий, различные выплаты, решение жилищных вопросов. К этой же категории относятся дети-инвалиды, тоже комиссии по делам несовершеннолетних, отчасти занимаются вопросами реализации их социальных и иных прав. Кроме того, к специализации органов системы профилактики относится также защита социальных и иных прав всех детей, воспитывающих семьи и вне семей. К примеру, например, органы опеки и попечительства, органы социального обслуживания населения осуществляют контроль за исполнением родителями своих обязанностей, то есть в их функции входит вопрос профилактики семейного неблагополучия, в том числе и семейного насилия. К ведению органов системы здравоохранения относятся вопросы медицинского обеспечения несовершеннолетних. Ну и комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав должны решаться вопросы как устройства несовершеннолетних, так и устройства данной семьи непосредственно, то есть каким образом можно помочь ребенку и семье, в которой он воспитывается, начиная от социально-бытового устройства, ну и заканчивая профилактикой определенных психологических проблем. То есть получается комиссия по делам несовершеннолетних у нас не только разбирает правонарушения, которые совершил ребенок или подросток, то есть он даже предлагает какие-то меры, эта комиссия, по защите его прав, чтобы не были ущемлены права подростка, ребенка, семьи. Вырабатывает пути и решения, которые в последующем, возможно, как раз и будут способствовать благоприятному поведению подростка. То есть будут служить профилактикой совершения им правонарушений и иных общественно опасных деяний. А кто это контролирует? Ну, как я повторюсь, к координирующему органу относится у нас комиссия по делам несовершеннолетних и защиты и прав, которая должна направлять остальные субъекты профилактики. Непосредственно под ее началом осуществляются все профилактические мероприятия, она их контролирует. Ну, надзор непосредственно за деятельностью всех органов системы профилактики, в том числе и за комиссиями по делам несовершеннолетних осуществляет органы прокуратуры. Спасибо, Валерий Павлович. На тему детской преступности и защите прав несовершеннолетних мы говорили с прокурором отдела по делам несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Чувашской республики Валерием Павловичем Григорьевым. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА